Друзья, всем привет! Меня зовут Трофимова Дениса и вы смотрите, конечно же, канал Двигатель. Сегодня мы находимся на выставке STT Russia. Самое крупное событие, которое происходит в России, связанное со строительной техникой, с логистикой, запчасти и так далее. Про интересные новинки я вам сегодня расскажу. Но прежде хотим представить вам уникальный сервис для ценителей спецтехники. Заходите на Авито и отправляйтесь в раздел «Грузовики и спецтехника». На Авито вас ждет множество вариантов новой техники, среди которой вы точно найдете то, что ищете. Здесь представлены выгодные предложения со всей России. Вы оцените доступность и качество предлагаемых товаров. И это не все. Вы можете не только подобрать спецтехнику, но и получить выгодные предложения по лизингу. Авито собрали предложения разных банков в одном месте и договорились о скидках для вас. Не упустите возможность подобрать идеальное решение для себя прямо сейчас. Авито. Легкий выбор тяжелой техники. Что, движуха? Сегодня очень жарко. Как-то в этом году практически не видно близнецов экскаваторов-погрузчиков. Вот сейчас мы посмотрим на этот и поищем еще похожие. Не приваренный. Здесь клык. Довольно неплохо сделано. Практически не болтается. Это, кстати, более правильное решение. Потому что они здесь больше всего гремят. Каретка здесь тоже нету перемещения. То есть его либо... Нет, перемещение есть. А к тому, что раньше цилиндры были, которые перемещали. Перемещали. А здесь уже, видимо, за счет гидравлического... Ну, нет, гидравлический зажим. Это зажим гидравлический. А дальше ты силой перемещаешь. Я думаю, что это как будто бы, может быть, кондей. Либо охлаждение автоматики какой-то, может быть. Здесь, видимо, аккумуляторы. Вот эта вся история. Это все аккумуляторы. Ну, все электричество уже вошло в нашу жизнь. Пока что в погрузчиках. Потому что погрузчик зачастую работает где-то на одном месте. То есть какой-то, не знаю, карьер. Либо работа, допустим, на дробилках на каких-нибудь. Он все время делает однотипную работу. Поэтому он привязан к месту. И его можно заряжать. Сколько его, насколько его хватает и сколько он может отработать, мы узнаем завтра. Пока идем смотреть дальше. Ну так, видишь, промышленный дизайн начинает развиваться. То есть люди не просто за функцию, а еще и про внешний эстетический вид. Вот, LJSE. Конечно, перемудрили чуть-чуть с выемками, с всякими вот этими моментами. Потому что стесывается это на раз-два, но выглядит неплохо. Уже пошли какие-то улучшения, чтобы видеть уровень открывания ковша. Слушай, какая у него широченная вот эта вот площадка. Монолитная такая, мощная. А это их суббренд, собственный бренд они производят в Китае. Погрузка, копание, то есть режим переключающий. Каретка перемещается за счет цилиндров, да, я смотрю здесь, право-влево. Здесь, видимо, защитили эти штоки, чтобы их не поцарапать. А тут не защитили. Да, пара не защитили. Есть на что посмотреть. В прошлом году все как один на подбор были. Ну и тут на стенде РБА отзыв об эксплуатации экскаватора. СДЛГ? Да, да, да. Как эти две машины? Ну, если я ничего не знаю про это, значит все хорошо. Хотим пригласить вас подписаться на наш телеграм-канал. Можете напрямую пообщаться с Денисом и задать ему свои вопросы. Вы нас много спрашивали о том, что мы планируем делать в части улучшения с нашими будущими экскаваторами, которые мы под собственным брендом завозим в Россию. И сегодня я и Сергей мы вам расскажем. Кстати говоря, Сергей это директор компании Lights Apollo, которые любезно предоставили нам фары на обзор, которые в предыдущих роликах мы выпускали. Это фары Redline, которые мне очень понравились. Я считаю, что классное решение для строительной техники, особенно в части безопасности. Вот она фара. Это практически та же самая фара, что установлена у нас, только это красная, а у нас диодная. В общем, суть в том, что она может спокойно лежать в воде и ничего из-за этого не будет. Собственно, четвертый день. Четвертый день выставки, сегодня последний день. Под водой, можно сказать. Сергей, мы с тобой, помнишь, когда-то вместе встречались уже, обсуждали твою концепцию. Но, честно, я, наверное, в Питере, да и вообще в России людей с опытом твоего уровня мало знаю. Вот расскажи ты, как ты пришел, условно говоря, к фарам. И, конечно, мы тот сложный момент обсуждали, когда основные игроки ушли и нужно было что-то придумывать. Ты так быстро сгруппировался. И вот сегодня я уже смотрю прекрасный каталог. В главной роли наш экскаватор, хочу заметить. Где мы обкатывали фары. У меня самый главный вопрос, знаешь, какой? Как ты это все разработал? То есть у тебя такая группа штат-технологов, которые все вот типа размеры. Как это разрабатывается? Наша команда, команда Techstar в России работает 13-14 лет в области светотехники. Все начиналось это с финского бренда Nordic Lights. Я пришел в компанию в 2013 году. Как раз вот на волне, когда начиналась эта светодиодная тема. Свет – это важная и необходимая часть оборудования машины. Ну, я могу как собственник сказать, что это очень дорого. Во-первых, когда у тебя плохой свет. Имел личный опыт, когда оборвали линию электропередач. В 2022 году, когда поставки из Европы закончились, и наш партнер сообщил о прекращении сотрудничества. Мы достаточно быстро действительно сориентировались. Обозначили, что нам нужно. Выбрали линейку первоначально, чтобы сохранить наш бизнес и помочь, продолжать помогать нашим ключевым клиентам работать в комфортных условиях. И сейчас мы только наращиваем, наращиваем, наращиваем. То есть модельный ряд у вас преумножается. Я считаю, что фары, которые будут установлены в моих экскаваторах, они будут выделять машину на стройке. А это всегда плюс. Так, мы посмотрим сегодня что-нибудь. Покажешь нам, как это работает? Светодиодные маяки премиального качества. Сверхяркий светодиод. 12 режимов. Полная пыль, влага, непроницаемость. Виброударопрочность за счет алюминиевого основания и крышки. То, что показывал клиентам сейчас сегодня и в течение выставки, в общем, произойдет хорошее впечатление. Все это работает под водой. 12 режимов. Закрывают все потребности по индикации, которые в принципе на технике могут быть. Мы с тобой все про фары, про маячки. А вот я сейчас заметил тоже интересную штуку, которая для безопасности. Да, задний звуковой сигнал. Я повторюсь, линейка расширяется, дополняется разными продуктами, которых не было раньше. Вот это один из них. Мощный, надежный, громкий. Прям чувствуется уверенно. А вот на магнитный, да? Да, интересное решение задние беспроводные фонари для транспортировки прицепов. Если прицеп не оборудован штатными задними габаритными фонарями, то это хорошее решение. В розетку втыкается передатчик беспроводной. По беспроводной связи он связывается... Ну, это в розетку автомобиля, получается, который на прицеп идет, да? Да, что связывается по беспроводной связи с фонарем, дублирует все сигналы. Вот модельный ряд наших фар рабочих. Премиальная линейка именно для максимально тяжелых условий, то есть соответствует всем параметрам. То же самое, максимальная поливлагозащита. Можно посмотреть, оценить кронштейны, которые обеспечивают вибростойкость, ударопрочные линзы. Такая толщина металла, ты посмотри, это причем еще не ржа. А подскажи, пожалуйста, вот я сейчас такую фару взял, это явно с вибро, да? Это дополнительные реализованные вибро демпферы, которые дополнительно гасят вибрацию. Это для добывающей именно техники, где это... 12 тысяч люминов. Противостояние вибрациям очень важно. Заводская гарантия 2 года, но это не значит, что фара через 2 года у вас погаснет. То есть она продолжит с большой вероятностью работать. Заявленный ресурс 30 тысяч часов, это 3,5 года в пересчете. Это постоянное горение. Постоянного горения. То есть однозначно фара будет работать годами. Мы сегодня еще дойдем, посмотрим, где вот такие фары установлены. Потому что на самом деле на выставке довольно много машин, которые комплектуются уже сейчас. Один из таких ближайших, который является, наверное, самым локализованным в России производителем, каким-то компанией «Ростельмаш». Мы сейчас дойдем, посмотрим, как у них и на каких машинах это реализовано. Плюс у них появились новинки. В ДСТ они впервые представлены. И дальше как раз посмотрим, разберем, увидим. Спасибо большое, Сергей. Спасибо тебе за твою находчивость. Заходчивость, потому что я все-таки всегда топлю за предпринимателей. Предприниматель – это человек от слова «предпринимать». И вот посмотри, иногда, когда, наверное, в 20-м году это произошло, ты посмотрел и думал, что что же мне делать? А сейчас ты смотришь и думаешь, как хорошо, что это произошло. Поэтому нет худа без добра. Я вам всем желаю хорошего настроения. И мыслите позитивно, а мы идем дальше. Насколько мне известно, «Росельмаш» часто использует максимальную локализацию. Поэтому я надеюсь здесь увидеть довольно много российских комплектующих, которые должны быть. Салон. Ну, мне сложно сравнивать, потому что, честно говоря, опыта с вилочными погрузчиками нет никакого. Но в целом, по удобству, только могу так, взгляд со стороны. Ну, так как он грузит, ты видишь, да, что здесь есть? Защита. Все, удобно. А наработки есть какие-то, да? Вот на них же сейчас проводят уже ресурсные наработки? Да, ресурсные. И что говорят? Это будет уже чуть попозже. Я понял. Предварительных итогов нет. Мне, кстати, джойстик нравится, хороший такой. Но, наверное, не российский вот этот джойстик. Судя, российский прям? Ну, так выглядит он прилично, не кустарный, я скажу. Ну, здесь газ, это тормоз, соответственно. Тормоз жестковат, как по мне. Не знаю, какой он должен быть, но, как по мне, так жестковат немного. А, у него еще крабовый ход, да, я смотрю? След-след. И стандартный, то есть у него, как у равноколесного экскаватора-погрузчика, такая же система. А мосты, коробка, что? Мест собственные? Будет производство Росельмаш, да. То есть собственного производства. Ну, это классно, кстати. Мосты и коробка Росельмаш, собственно, производства. Сторосельмаш, наверное, с уровнем локализации, один из самых максимальных. По коэффициенту некому такому. Вот, за это очень гордо. Пойдемте посмотрим именно ДСТшную машину, потому что, насколько это ДСТ, ну, наверное, вопрос спорный. Это больше про сельхоз, наверное, технику. А вот погрузчик, это полностью ДСТ. Паш, помнишь, я тебе говорил о том, что русскую машину всегда за версту отделяет ущербный дизайн? Такое было же, я тебе рассказывал, да? Ну, вот здесь я горд за наших ребят, за ростовский завод, который сделал машину, действительно, на которую хочется смотреть. Во-первых, это цветовые решения, во-вторых, это капоты. Это не просто форма квадратная, потому что так проще. А это еще какой-то элемент дизайна, элемент красоты. Вот, посмотри, как выглядит. Мы еще, правда, не закрыли тут все. Ну, наверное, она как-то закроется, но выглядит-то прикольно. Скажи, классно выглядит? И мне вообще нравится. Понятно, что я ее не до конца закрыл. Доступ, все. Выглядит классно. Я уверен, что и внутри должно быть. Ну, понятно, что мосты уже научились делать, коробки научились делать. Главное теперь понять, что с ресурсными испытаниями, насколько эта машина, какой у нее ресурс наработки. Но, в любом случае, это рассельмаш, на мой взгляд, передовая компания, которая начиналась с сельхозки. И я думаю, что в ближайшее время она уйдет в том числе и в дорожно-строительную технику. Потому что, ну, если они могут, почему бы не делать? Ковш общестроительный, 3 метра кубических. На самом деле, вот эта машина может быть габаритной, скорее всего. Ну, то есть, гипотетически эта машина может быть габаритной, если они ее приведут в соответствие. Потому что такие машины трехкубовые обычно бывают габаритными. Вот. Надо поменьше сделать ковш, и это было бы классно, если бы она смогла ездить в габарите. Ну, для этого нужно будет еще, наверное, что-то перерабатывать. Пока основная задача, которую эта машина преследует, это закрытие основных потребностей по, наверное, перемещению грунтов с того же зерна или еще чего-то. Но для этого габарит не так важен. Вот. Но, в целом, я думаю, что так как это первая машина, которая в дальнейшем, скорее всего, будет еще изменяться. Для того, чтобы полностью отвечать запросам именно арендных компаний. Потому что пока что, пока что непонятно. Вот. Кстати, заметь, как интересно, стрела сделана. Немного по-другому, да, такая выгнутая часть. Смотрится нормально. Ну, вчерашний электро, он даже чуть поуже, чем вот мы смотрели. Вот эта фирменная у них штука обзорности. Вот эта? Да. Ну, да. Безрамочное остекление. Здесь герметиком заклеен. Кстати, очень похожа кабина на ту тракторную, которую я бываю. Да. Тут много всего. Ну, понятно, что есть решения типовые. Это правильно, на мой взгляд. То есть, если у тебя одна модель, зачем придумывать все с нуля? Все нужно придумывать. Копировать лучше. Работа. Кнопочки. Заметь, что кнопочки даже одинаковые все. То есть, здесь работаешь одной рукой. И джойстик тоже очень приятный, кстати, джойстик вообще. Ну, вот этот, он чисто гидравлический, а тот был как будто бы такой электронный гидравлический. То есть, вот, а вон, мне даже больше понравился, такой более информативный. Четыре кнопки, еще функции разные. Ну, первое впечатление классное. Мое мнение, что правильное решение, что у тебя здесь вот это место, оно все под рабочее пространство. То есть, если можно вывести сюда, да, вот здесь рабочее пространство, зачем здесь загромождать? В целом, обзор хороший, мне нравится. Ну, желаем Ростельмашу пройти хорошо ресурсные испытания, рассказать нам про их наработку, пригласить нас уже к себе, наконец, приехать, посмотреть на их машины, ну и развиваться, потому что нам очень важно, чтобы как можно больше производителей было локализовано у нас в стране. Друзья, подписывайтесь на нас в соцсетях и особенно на телеграм-канал с эксклюзивным контентом. До новых встреч, увидимся, пока!